с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 29 декабря международный день виолончели не официальный праздник музыкантов виолончелистов и любителей музыки даты для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста дирижера композитора и музыкально-общественного деятеля пабло казальса у родившихся в этот день в 1709 году в подмосковном тогда селе коломенском рождается елизавета романова российская императрица из династии романовых младшая дочь петра 1 екатерины 1 рожденная кстати за два года до их официального вступления в брак за 20 лет у власти дочь петра великого успела немало отменила смертную казнь ликвидировала внутренние таможни основала первые в стране университет театр гимназию академию художеств но замечает василий ключевский елизавета жила в золоченной нищете стране росла бедность она налаживала производство отборных кружев не в силах превозмочь страсть к нарядам и украшениям после смерти государы не в ее гардеробе нашли около 15 тысяч платьев кстати она всегда надевала платье лишь один раз 1721 год маркиза де помпадур рождается в этот день жана антуанета пуассон официальная фаворитка французского короля людовика пятнадцатого которая на протяжении 20 лет имела огромное влияние на государственные дела покровительствовал наукам и искусством 1775 год в этот мир приходит карл росси урожденный карло ди джованни росси российский архитектор итальянского происхождения автор многих зданий архитектурных ансамблей санкт-петербурге и его окрестностях теперь история дня 1708 год петр 1 издает указ о создании губерний в россии учреждены первые 8 московская петербургская до 1710 года ингерманландская киевская смоленская архангелогородская казанская азовская и сибирская 1902 год главной московской новостью становится открытие гостиницы националь ну а для постояльцев она будет открыта через три дня 1 января 1903 года проектирование новой гостиницы было заказано архитектору академику александру иванову в эклектичном стиле здание гостиницы возводилась с применением новых строительных материалов железобетона облицовочного кирпича гидроизоляционных материалов были оборудованы шикарные меблированные квартиры роскошные апартаменты прекрасные рестораны и магазины ну а после революции в 1918 году здание гостиницы использовали для первого дома советов в 1930 годах гостиница вновь возрождается под названием интурист здесь останавливаются заубежные гости герберт уэлс анри барбюс мартин андерсон никсе анатоль франц поль робсон арман хаммер и многие другие 9 мая 1995 года националь после реставрации вновь распахнул свои двери перед гостями здание обрело почти тот же облик и внутреннее убранство которое имело до революции 1911 год в москве появляется маршрут легендарной аннушки трамвая а первоначально маршрут номер а появился в москве в одиннадцатом и был кольцевым основной трассы его следование было бульварное кольцо которому он и обязан названием второе название бульварного кольца кольцо а само кольцо замыкалась по причистинской кремлевской и москворецкой набережным а также по саймоновскому и устинскому проездом при этом по большой части маршрута электрический трамвай прошел впервые ранее по этим улицам проходила конка в течение всего периода своей жизни маршрут постоянно менялся и сокращался связи с этим появились даже стихи аннушка аннушка подружка сколько мы с тобою провели минут дорогая аннушка ты уже старушка с каждым днем короче твой маршрут 1932 год в честь председателя реввоенсовета ссср наркома по военным и морским делам клемента ефремовича ворошилова отличного стрелка из всех видов стрелкового оружия центральный комитет о савиахима установил почетное звание ворошиловский стрелок 1 и 2 степеней присваиваемая с вручением соответствующего нагрудного значка существовала и массовая добровольно-общественная комно-спортивная организация молодежи ворошиловский всадник 1956 премьера художественного фильма режиссера эльдара рязанова карнавальная ночь снятого на киностудии мосфильм картине снимались людмила гурченко игорь ильинский юрий белов и многие другие популярные актеры того времени едва появившись этот фильм был тут же разобран на цитаты и сегодня по прошествии более чем пяти десятилетий он считается одной из самых знаменитых и любимых зрителями кинокомедии карнавальная ночь открывает миру талант юный гурченко и начинающего рязанова которому суждено было стать классиком комического жанра фильму достоин 1 премии на всесоюзном кинофестивале в москве для съемок карнавальной ночи режиссеру говорят пришлось пожертвовать первым в своей жизни отпуском отказываясь от съемок рязанов предъявил уже взятый билет на поезд но глава мосфильма пырьев послал секретаря на вокзал сдать билет и грозно сказал поедешь в наш дом творчества и поможешь сценаристам довести сценарий дома в результате вместо отпуска рязанов завоевал всесоюзную славу 1963 год музыкальный критик английской газеты sandy times ричард бакл назвал битлз читай леннона и маккартни величайшими композиторами со времен самого бетховена 1971 александр галич исключен из союза писателей за чересчур вольные песни я выбираю свободу облака старательский вальсок и другие но еще об одном событии подробнее 1898 год в московском художественном театре премьера пьесы чехова чайка антон палыч написал ее в 1895 96 годах и впервые опубликовал в журнале русская мысль премьера проходит 29 октября 1896 в александринском театре в петербурге и входит в историю театра как небывалый скандальный провал ставил пьесу некто карпов бесталанный режиссер которого чехов всегда недолюбливал еще во время репетиции он писал сестре из театра что все кругом фальшиво зло мелочно что спектакль по всей видимости пройдет хмуро так и произошло пьеса провалилась антон чехов ни с кем не попрощавшись уехал не только из театра но и вообще из петербурга провал чайки был для него тяжелейшим ударом была осмеяна и освистана пьеса утверждавший отказ от рутины штампа которая прокладывала новые пути в искусстве эта пьеса требовала театральных реформ и их удалось совершить станиславскому и немировичу данченко создателям московского художественного общедоступного театра своей триумфальной премьеры художественный театр реабилитировал чеховскую чайку пьеса чрезвычайно успешно после этого она обходит сцены многих отечественных театров с успехом ставится за рубежом ну а силуэт летящей чайки становится эмблемой театра а сам антон палыч чехов его постоянным автором с вами был николай пивненко в проекте дата а